Представьте, что в стране, где вы живёте, становится всё меньше плодородной почвы, и это всё больше затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур. В индийской столице преобладают песчаные бури. Возникают опасения раннего опустынивания региона. Беспокойство вызывает как опустынивание, так и эрозия. Почва — это среда обитания, в которой процветает несчётное количество жизней. Всё растёт благодаря этим жизням. Мы едим пищу, другие животные растут. Всё происходит, потому что почва богата. Если почва бедна, значит, во многих отношениях мы отвергли свою планету. Мы говорим о бухглероде, о выбросах, о загрязнении на разных уровнях. Но прежде всего мы должны решить самую важную проблему. Потому что в мире это понимается неправильно. Идёт кампания, чтобы представить административные вопросы как экологические. Сейчас, если Нью-Йорк забит пластиковыми пакетами, это не экологическая проблема. Это административная проблема. Если наши реки загрязнены, это можно исправить. За один-два года, если установить необходимые очистные сооружения и обеспечить соблюдение закона, эти проблемы можно решить осознанностью и с небольшой помощью правоохранительных органов. Но настоящая проблема — это почва. Учреждения ООН с достаточным количеством научных данных утверждают, что у нас сельскохозяйственной почвой лишь для сбора 80-100 урожаев на планете. Это 45-60 лет. Они говорят о вымирании почвы. Вы слышали о динозаврах, слышали о вымерших птицах додо, но мы говорим именно о вымирании почвы. Настоящей проблемой является вымирание почвы, потому что за последние 30 лет с планеты исчезло 80% биомассы насекомых. 80%! Это самоубийство. Это настоящее самоубийство. Так что через 45 или 50 лет на планете начнется серьезный продовольственный кризис. Это неизбежно. Когда наступает продовольственный кризис, тот, у кого больше оружия, забирает продовольствие. Хаос и страдания, которые мы создадим для населения всего мира, просто невообразимы. Не думайте, что умрут только бедные люди. Они будут убивать богатых. Я говорю, это не для того, чтобы сгустить краски. Это реальность, которая много раз случалась в нашей истории. И ведущие ученые мира предсказывают это снова. Что мы будем делать? Почему почва исчезает? Куда она исчезает? Видите ли? Песок становится почвой, если добавить в него органические вещества. То, что является почвой, становится песком, если убрать из нее все органические вещества. В тропическом лесу содержание органических веществ в почве составляет более 70%. В обычной сельскохозяйственной почве минимальное содержание органических веществ — 3-6%, где 3 — минимальный показатель. Но сегодня, например, в Индии, в 62% почвы содержание органических веществ составляет половину процента или ниже. Мы в буквальном смысле превращаем нашу землю в пустыню. Это происходит по всему миру, не в какой-то одной стране. В Соединенных Штатах, учитывая то, как используется земля с точки зрения гербицидов, протравителей и пестицидов, Вам необходимо понять, почти 80-86% биоразнообразия находится в 30 сантиметрах верхнего слоя почвы. Когда земля вспахивается, например, на глубину 20-30 сантиметров и остается открытой, это означает, что мы полностью уничтожаем биоразнообразие. Биоразнообразие — это гумус в почве. В английском языке слово human — человек. Происходит от слова «хюмус» — «гумус» — «почва по-настоящему жива». Поэтому очень важно, чтобы почва стала центром внимания. Если поместить от 1 трети до 40% земли, особенно в тропиках, под тень деревьев, изменение климата можно с легкостью обратить вспять. Земля нагревается просто потому, что ее вспахивают или асфальтируют. Она должна быть под растительностью, травами, кустарниками, деревьями, чем угодно, потому что все это помогает экологической деятельности. Мы также должны понимать, что почва является крупнейшим поглотителем углерода и влаги на планете. Она является основой всей жизни. 90-100 сантиметров верхнего слоя почвы в среднем планете являются основой для 87% жизни на этой планете. Сохранить биоразнообразие — вот самое важное, что мы должны сделать. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, этого не произойдет. В рамках этого мы разворачиваем движение под названием «Осознанная планета», чтобы привлечь максимальное количество людей. Сейчас кажется, что изменение климата, экология — это игровая площадка для богатых и элиты. Нет, это должно измениться. Отдельные люди должны осознать опасность, с которой мы столкнулись. Экологические проблемы должны решаться на выборах. И политические партии должны придавать значение экологическим вопросам в своих манифестах. Правительство должно избираться за заботу об экологии. Это должно произойти. Мы разрабатываем рекомендации для 192 стран. Ралли стартует из Лондона, 21 марта, в День равноденствия. Это заезд на мотоцикле через 24 страны. 30 тысяч километров до бассейна реки Кавери, где мы работаем с площадью 83 тысячи квадратных километров, на которой трудится более 5 миллионов фермеров. Само тело, которое мы носим, — это почва. Без богатой и здоровой почвы это тело и любая другая жизнь не могут быть здоровы. С точки зрения экологии и изменения климата, самое главное — иметь осознанный подход к тому, как мы распоряжаемся нашей почвой, как мы омолаживаем и восстанавливаем ее. Осознанный подход и создание осознанной планеты — вот что самое важное. Это не станет реальностью без привлечения большого количества людей. Поскольку мы живем в демократических странах, если люди не скажут, что они хотят именно этого, то ничего не произойдет. Давайте создадим осознанную планету. Сделаем так, чтобы это произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова